Не изучают эти физические знания. Это древнее знание, которое было более тысячи лет. И это наука, которая имеет совсем другую природу. То есть она основана на древних законах, по которым жили мудрецы. Практически все священные писания имеют похожую форму. И этическое знание отличается глубокой научностью и отличается глубокой практичностью. К сожалению, большинство, современная наука, особенно в психологии, очень сильно сейчас зависит от того, как настроено человечество в данный момент времени. Так, например, психологическая мысль, она сильно меняется в зависимости от родственной культуры человека и уровня нравственного. Так, например, Фрейд как раз разработал методики свои в соответствии с уровнем того времени людей. Сейчас уже есть методы психологической мысли, которые еще больше деграбировали по отношению с твоим. Например, многим советуется, по крайней мере, я включал такие рекомендации, что для того, чтобы сохранять спокойствие в семье, нужно обязательно входить на сторону. Кому давали психологические рекомендации, которые у них есть, то кому успехи советуют давать. Слава Богу, что у нас такие деньги. Хотя, тут встречаются такие вещи. То есть, психологическая мысль, она зависит от сопременного понимания вещей. Существует много теорий и так далее. Но существует вполне конкретное строение психики человека. И это строение психических функций человека, хотим или нет, оно от наших теорий, оно остается тем же самым. Оно не меняется. Так, допустим, с древних времен существует такое понятие, как психические каналы человека. А в венах они называются нагии. Нагии – это каналы, по которым движется психическая энергия. Есть два типа психической энергии, которые движутся. Одна из них поддерживает тело, деятельность, функции телесные. А другая – психическая энергия. Имеет дело с умом, разумом, ощущением себя, фактичности нашей. То есть, она имеет дело с тонким телом. И если говорить о тонком теле, то это есть, ну, фактически это есть психика человека. Но психика человека имеет свое строение. Также она имеет свою структуру. Например, главный психический канал, который описан в ведах. Называется... Если его анатомическое справление, связь его с нервной системой, называется манаваффа широкос. То есть широкосы – это психические каналы, которые соединяют грубое тело с тонким. То есть, фактически, это тонкие, ну, то есть, психические каналы, внутри которых формируются грубое тело. То есть, до самого рождения зародыша существует сначала в тонком теле. То есть, в психическом теле. Уже существуют все ткани. Сначала на тонком плане. То есть, так же, как человек сначала черпит чертеж. Ну, может, без чертежа что-то сделать. Здание это допустим. Нет. То есть, так же природа предусмотрела, что сначала существует тонкое строение человека. И по нему формируется грубое строение. То есть, зародыш. Почему, допустим, род соединяется с прямой кишкой? Никаких перегородок нет. Они начинаются же в разных местах, эти ткани. Но на тонком плане они соединены. И поэтому они формируются вместе в один канал. Стыков как раз. Да. Нам это сложно понять, но это так именно работает. И существует другой канал, который называется чита-нади. Чита переводится как сознание. Надя означает канал. Чита-нади это канал, внутри которого функционирует умственная энергия. Чтобы понять, что это был ум, надо подумать о своем характере. Представить свой характер. Мысли, эмоции, образы. Все это является деятельностью ума. И ум, он имеет вполне конкретное строение психическое. И вполне конкретные функции. Есть сила, также кроме ума, есть сила нашей психики, которая называется эгоизм. Или охантер, как на самом деле это называют. Эта структура психическая, она может действовать двоя. Или человек чувствует себя удовлетворенным, делая что-то для себя. Или человек чувствует себя удовлетворенным, делая что-то для других. То есть, или ты корыстно настроен, или бескорыстно. Одно из двух. Эти два настроя являются корнем любых процессов, которые происходят в нашей жизни. Веды говорят, что любой корыстный настрой, даже настрой в отношении к своей семье, то есть, человек хочет для семьи жить, а не просто для себя. Он является пагубным для судьбы человека. И любой бескорыстный настрой приводит счастье. Ну, чтобы понять это, действительно, требуется очень много времени и сил потратить в своей жизни, чтобы действительно это все понять, как это работает, функционирует. Но современная психологическая реакция не берет в своей философии за субстракт нашу конкретную психику. То есть, она делает свои какие-то определенные выводы. Иногда позитивные, хорошие, прогрессивные выводы. Иногда те выводы, которые вводят человечество в сторону. И причина тому заключается в том, что мы просто невежим в этом плане. Мы не знаем, что есть в лампе остроения человека. Мы не знаем, как функционируют эти психические каналы. Мы не знаем, что это про разум. Даже, допустим, в нашей литературе классической, часто высказывания писателей разум часто путаются с умом. Мы не знаем, как функционируют разум, как функционируют думы. Допустим, мысли – это функция разума или ума? Как вы считаете? Ума. А вера? Разум. Решимость? Разум. Эмоции? Ума. Ума. Желание? Ума. Ума. Негативный настрой – это функция разума или ума? Разума. А позитивный настрой? Тоже разума. То есть одно дело – эмоции, мысли, желания, это все дело – это дело – это ум. Само настрой – это функция разума, потому что разум, он руководит всей деятельностью, и разум, главная функция разума – это направить в нашу жизнь в какую-то сторону. Но ум не знает об этом. Вот мы, допустим, живем в уме, мы утром просыпаемся, и мы думаем о главной цели своей жизни, нет? Нет, ну кто-то думает, конечно, но у нас большинство людей думают, они думают, надо на работу идти, надо детей кормить, надо там, то, надо все. И, допустим, человек находится в депрессии, допустим, много лет человек может находиться в депрессии. Даже я смотрю, вот на вокзале здесь сидят люди, которые много лет в депрессии находятся. Это можно легко определить, просто для одного человека. Как это будет? Почему? Потому что разум не работает как надо. И человек не может того, ума в котором не догадывается. Когда он просыпается, он думает о насущных потребностях каких-то. Но о каком он ключе думает? Как ум настроен? Ум настроен так, как у Рауна настроен. И проблема заключается в том, что большинство людей всю свою жизнь занимаются деятельностью уже в том настрое, который дает им судьба. Или, допустим, в том настрое, который пришел к ним по жизни. Ну, допустим, близкий человек ушел, сломалась жизнь. И так человек находится в этом настрое много лет. И ничего не может поменять в своей жизни. У нас был прошлый семинар по стрессу, да, с вами. И этот семинар, это продолжение того семинара. Потому что на этом семинаре мы будем говорить, как реально, как развивать разум, что это такое. Мы будем очень глубоко описывать, изучать его. Потому что это важно. У большинства людей большая часть времени трагит на поддержание умственных потребностей. Допустим, желание кушать, это потребность чего? Тело. Тело, кто-то говорит. Хорошо. Давай, 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 давайте, раз в этом вопросе. Допустим, человек весит 20 килограмм. Сколько раз в день он будет кушать? Или, как и все. Почему бы ему не кушать один раз в день? У него же тело уже поддержано, все. В теле достаточно веществ, раз это мало. Почему ему хочется 4 раза в день? Запрограммировано. Да нет, у него, значит, все в животе. Чего-то, вот, чего-то не хватает. Правильно. Так вот, ему не хватает силы в уме. Когда ум встает, он человек, она засыпает в голову. И давайте подумаем, что это такое было. Человек начинает нервничать. У него психически он слабеет. Он что, голодный не может ходить? Двигаться не может? Человек, допустим, через 4 часа что-то будет. Если падает что-то, нет, он ходит, он держит, закрыл. Вот, он нервничает. Вот, то есть у него, как колнат, отрядный к этим требованиям. Он злиться начинает. Это физическая или психическая функция, сказать, да? Физическая. Физическая. Теперь давайте посмотрим, как человек ест. Допустим, если бы это та теория работала, о том, что нужно отдельно есть жир, глюки, углеводы, там, еще что-то. Что нам бы все раздельно кушать, тогда будет хорошо перевариваться все. Вот этот вопрос-то не в том, как будет перевариваться. Мы даже готовы трудно все переваривать. Лишь бы было так вкусно. Вкусно. А вкус это функция чьего? Разум. Ума. Это функция ума. Мы хотим вкусно. Мы не хотим взрыть глюки. Мы хотим вкусно, понимаете? И когда мы вкусно поедем, что происходит дальше? Довольный. Мы расслабляемся, нам хорошо, мы улыбаться начинаем. Это что, тело улыбается или ум? Ум улыбается. Тело выполняет желание ума. Ум хочет улыбаться, а тело улыбается. Ум хочет плакать, а тело плачет. Понимаете? Каждый человек кушает, потому что у него кончается физическая энергия. Это основная причина того, что человек хочет кушать. Но когда у него кончается физическая энергия, это тоже заметно. Например, у человека слабее физически. Он не может уже физически работать. Он чувствует... Даже в теле может быть какое-то потрясывание. Допустим, дрожь физическая, слабость какая-то. То есть бывает физический голод, это факт. Но он не в наше время. В основном никто не готовит для этого состояния. Все в основном кушают из-за психического голода. И надо понять, что ум требует всегда чего-то своего. Но проблема заключается в том, что разум тоже требует. Но мы его требования не знаем, как выполнять. Потому что, чтобы выполнять требования ума, для этого много ума не надо. Эта фраза «много ума не надо» означает «много разума не надо». Мы путаем, я что-то сказал со мной начало. У нас не все правильно. В языке даже работает. Много разума не надо, чтобы требования ума выполнять. Я наблюдал, как теленок маленький рождается. Есть такая теория, что он сначала смотрит, как мама ходит, а потом сам начинает ходить. Да вот я видел, как он рождается, специально наблюдал, куда он смокли. Ну, куда он не смокли. Просто он встает и пошел. Ну, не надо смотреть, как мама у него заложена там очень все в уме. У него там все уже работает само. И я заметил, что когда теленок рождается, он уже в этот момент сам, у него все начинает работать хорошо. Кушать он хочет сразу, начинает, подходит, начинает лезть к ней и пристает кушать хочет. Сразу же, как родился. Хотя он не знает, как это делать, но он лезет и кушает. Мамы ничего не показывает. У нас все это заложено. Голод заложен у нас. Когда половые функции детей созревают, у них появляется это желание. Вот. Это все заложено. И это мучить не надо. Функции едва работают сами. А вот функции разума сами не работают. В этом заключается разница между разумными живыми существами и животными. То, что функциям разума можно учить. Вот, допустим, человек мается. Он не знает, куда сядеть по квартире ходит. Туда-сюда, туда-сюда. Переключает программы. Хорошо сейчас 150 каналов. У нас в буднике много можно переключать. Нечем занято. Туда-туда-сюда переключает. Он не знает. Он мается. Почему человек мается? Потому что он ведет бесцельную жизнь. Мы много времени тратим на ум, на деятельность тумана. Но существует деятельность разума, которую мы вообще не занимаем сегодня. Мы не знаем, что это такое. Кто из вас, допустим, с утра и вечера каждый день мысленно просят прощения каждый день и прощает других людей. Это митеропристики. Вот видите, как много. Немного. То есть человек тридцать и сед. Кто из вас каждый день прочитает Мои? Если вы уже побольше. Это тоже функция разума. Это деятельность разума. И многие люди скажут, зачем вообще это делать? Готовят пищу, понятно, зачем. Что-то из-за жизни. А зачем читать молитву из-за страха? Какой смысл? Некоторые говорят, что люди от страха читают молитву. Молитву читают из-за страха. И это называется чтение молитвы у первого для народа. То есть для отсталой части населения нужна молитва. Для того, чтобы жила как-то отсталая часть населения. Но на самом деле молитву читает каждый человек с украины. Просто у одного молитва я желаю всем счастья. У другого молитва дача, дача, дача. У третьего деньги, деньги, деньги. У четвертого любовница, любовница, любовница. И так далее. Каждый что-то крутит в уме. У каждого человека что-то есть в уме. У пятого за два-то за два. У шестого плохое отношение ко мне. И если разум, есть такое правило. Если разум сам не берет власть на думу, то ум начинает трудить умственную жвачку в уме. Что такое умственная жвачка? В детстве есть такая пословица по этому поводу. Есть такой сахарный красник, он очень плотная трава, как дерево. И когда бульбол, допустим, видит сахарный красник, он очень любит сладкую пищу, он начинает его жевать и выплевывает. И когда он выплевывает, то так же будет свеженьким. Внутри вынеживание. Подходит другой вид, о, сахарный красник. Бульбол опять начинает жевать, и так пока он в руку не превратится, бульбол от 50 должно его выжевать. Но там сахара уже на второй раз нет. Он просто ждет, и даже сахар не берет. Называется жевать пережеванное. Но вот идея в чем заключается? В том, что ум этими вещами занимается. Он каждый раз живет одно и то же. Ко мне плохо относятся на работе. С утра. И пошло. Когда же я отдам по делу? И пошло. И поехало. Одна и та же мысль. Она имеет смысл какой-то, нет? Для нашей жизни? Нет. Но почему ум постоянно крутит эту мысль? Или почему мне пивко-битвиши плохо относятся? Ну что, ей в жизни не хватает? Ну что, ей в жизни не хватает? И все это все делается. Это знаете, с насекомыми такие опыты проводятся. Допустим, ну, или кошка, допустим, валерианка на маске, допустим, на стену. И она, допустим, бежит туда и начинает писать. И она на тапочку, и она опять бежит. Или, допустим, насекомая на комнате, там, что-то ты ей, там, какие-то, какой-то украшек ей дать. И она, допустим, прыгает, прыгает на это место, как-то, или, ну, ты лег, допустим, летит, а в лампу бьется постоянно. Так же наш ум, тот же самый природный мир, он ленит к тому, что не разрешено. Но существует такое правило, ведоописывает правило, что, если человек обдумывает, долго-долго обдумывает одну проблему, он ее решит или нет? Получит. А? Как? Получит. Получит. Да, он получит. То есть, с помощью обдумывания решить проблему невозможно. Потому что решать проблему – это функция ума или разума? Это функция разума, а не ума. И сам процесс обдумывания – это просто затягивание петли у себя на шее. Большинство людей живут таким образом, что они постоянно думают о том, что их и уничтозят. Ну, допустим, у меня заболела печень. Я думаю о печени. Что происходит? Давайте просто снимем. Согласно алюбиде, ум с помощью вот этих систем и каналов, вот этих-то, надей, управляет всем организмом. Не не одна система управляет всем организмом, а умом. По этой причине в йоге, то есть, есть три науки, они смежные. Есть алюбеда, есть йога, есть астрология. Йога – это способ управлять всем. Йога – это как бы, ну, как развивать себе способности. Наука о развитии всевозможных способностей. Мы-то понимаем, под йогой сейчас что-то такое упражнение, но это всего лишь одна часть людей. Вся йога в Индии означает «связь», то есть, переводится в санскрите как «связь». То есть, связь с какой-то целью. То есть, человек ставит перед собой цель и достигает ее. Фактически, йога – это деятельность травмы. Алюбиде описывает деятельность ума. То есть, алюбиде описывает, как функционирует организм, и это функционирование организма – это деятельность ума, на самом деле, потому что он всем управляет. У каждого органа в нашем организме есть свой характер. Допустим, мы реагируем психически на какую-то проблему. Мы немедленно напрягаем этот орган. Вот если на вас на всех посмотреть, то у вас есть определенный тонус психический. И бывает вагостный тонус – красный и невежественный. Когда у человека невежественный тонус, у него разум выключен. Разум выключен. Разум выключен – это означает, что ему ничего не интересно, о чем ему говорят. То есть, разум выключен – уже начинает работать. Слушание. Потому что Алюбиде описывает разум, сильно связан со слухом. Потому что только звук может поменять функцию разума. Вкус к счастью – то, к чему разум привязан. Но в этом кузове он говорит. Вкус к счастью – разум стремится к счастью. Цель, что это – то, к чему стремится разум. Вкус к счастью может вызвать только в звуке. Глаза – они выказывают счастье, выказывают, но ума. Глаза – выказывают счастье ума, а звук выказывают счастье разума. У ума и разума разное понимание счастья. Ум – он очень примитивен по своей структуре. Он привязывается к тому счастью, которое он видит, как в эти бонидотах прокручивают, что вижу, а то он боится. Но на самом деле так есть и тум. Допустим, он увидел там мороженое – ему хочется мороженое. Видел пирожное – хочется пирожное. Увидел там девушку – хочется девушку. То есть ум очень примитивно, вот, допустим, вы сейчас посидели на этих вот местах сегодня. В следующий раз ты перейдешь в зал, подумайте – «Мое место зала». Оно когда ваше застало. И оно сейчас побыло в этом раз ваше чувство привязанности к нему. И в следующий раз хотите вы этого билет-проэкспериментируете, вы будете смотреть – «Мое место зала» не скажет – «Зачем они куда-то сели?» «Мое место зала» – «Человек видели, я вчера застил». Или на автобусе, ну, в штата там, в зале, два часа сидите, если есть время реализации. В автобусе сел человек, пошел за билетом, оборачивался, ну, как уже кто-то сел. Ничего себе, нельзя встать, только встал, он уже сел. То есть, он начинает двигаться, он уже чувство привязанности за три секунды к месту. И он встает рядом, я сам видел, встает, и говорит – «Пересядьте, я здесь сидел». А тебя вместо зала – «Пересядьте, я здесь сидел». Цель конкретно. Так действует ум. Он привязывается, но разум здесь уже не работает. Разум, когда ум заключается, разум не работает. То есть, ум тоже пытается контролировать ситуацию. Но это животное функционирование сознания. Когда ум пытается контролировать ситуацию, так любит себя животным. Они привязываются к чему-то и начинают жить, как в череп. Когда животное поменять непривязанность. Вот, допустим, собака очень сильно гавкает. И она может загрызть даже. И ей кажется, что у нее никаких шансов нет. Но достаточно показать ей, допустим, шерсть вкусненькая. И вниз сознание переключается. Она сразу глядя по столу начинает. Вроде хотела загрызть. В принципе, она была настроена загрызть. Тут вроде принципиально настроение меняется сразу. Как надо видеть вкусненькое. Не надо загрызать. Вроде хороший человек. Но это так действует ум. То есть у животных раз и не работает. У человека так, допустим, начальника таким образом не проведешь. Там бывают начальники, которому показываешь что-нибудь такое. Даже может быть не вкусненькое, а дымашку какую-то. И он трог раз и меняется. Готов к работе. Но это как раз это областная платформа. И есть вид принципиальной. Принципиальность – это деятельность разума. Это не деятельность ума. Но принципиальность не вырабатывается с помощью обсасывания проблемы. Она вырабатывается с помощью деятельности разума, о которой мы будем говорить. Итак, давайте вернемся к нашей теме. Заболела печень. Печень болит определенным образом, определенной эмоцией. Эмоция кожи печени – это раздраженность, болевая слабость. Иногда нет уже в крайнем случае. Это раздраженность, болевая слабость. И люди, которые болели вирусным гепатитам, знают, что когда болит печень, человек ничего не хочет делать. Ему даже есть не хочется, ничего не хочется. Он просто хочет лежать и все. Никуда ходить не хочет. Потому что печень связана с волевыми функциями, с правом глушария. Правом глушария связана с волевыми функциями, с солнечной природой. Солнце – мужское начало. Солнце – Луна. Эмоция – мыслей. Эмоция – мыслей, эмоция. Эмоция – мыслей. Связана с женской природой, с Луной, с энергетикой. И это две планеты, которые управляют умом. Солнце – Луна. А планеты – Сатурн и Юпитер. Они больше связаны с деятельностью разума. Солнце тоже в какой-то степени связаны с деятельностью разума. Мы можем об этом и луна принести, но мы об этом будем уже говорить еще. Итак, когда человек думает о печени, как он думает о ней? У меня печень болит, так? Он пытается думать, у меня болит печень, что же я делаю? Как вижу? То есть он думает о печени, и что он делает с печенью? Убивает ее еще больше. Точно такой же принцип существует во всем. Допустим, у человека возле отношения с близким человеком. Он думает об этом. Он физически сломан. Что значит физически сломан? Значит, пропала вера, что все будет хорошо. Вера – это функция чего? Разума. Пропала вера, что все будет хорошо. Он не верит в то, что с этим человеком можно жить дальше. Нет веры. Этому человеку нет веры. Что произошло? Произошло в том, что разум выключился в этих отношениях. Он не работает. Поэтому люди идут к кому? Ну, допустим, к священию, к психологу. Они идут. И он что должен сделать? Сделать людьми в отношениях. Включить разум. Включить разум. А он иногда что делает? Говорит, ну, не можете разойдетесь. Какие проблемы? Не можете жить вместе. Ну, разойдитесь. Надо быть счастливым. Чемучиться, да? Он включает разум? Нет. Почему? Потому что он не знает, как работают отношения между людьми. Веда описывает, что у нас в области сердца здесь есть такая зона, которая как-либо привязывает людей друг к другу. Что такое родственники? Родственники – это связанные люди. Связанные. Между ними как плотная вилегка все равно же. И два человека связаны друг с другом очень сильно. Ну, допустим, они разойдутся. И что дальше произойдет? А дальше произойдет очень сильная боль внутри каждого из них. Которая психическая боль, умственная. Которая разрушит травму. Человек войдет в состоянии стресса. То, о чем мы говорили в три лекции в прошлый раз. И будут в нем большие проблемы. Современная психология не изучает привязанности. Она изучает там всякие рефлексы, инстинкты, установки. Но привязанности не изучает. А привязанности – это основа жизни человека. Почему, допустим, мы не говорим, ну, тяжело жить с ребенком, со своим? Ну, перестань стыдить. У нас даже идеи такой нет. Почему-то появилась идея, что если тяжело жить с мужем или женой, ну, перестань стыдить. Особенно в Америке, когда это было, там очень яркие, яркие идеи сейчас уже просвеживаются. У людей, взрослые женщины приезжают, я консультировал, приезжают в Америку. У нас еще как-то, это не так развивается. В разуме все-таки есть устойки, культурные. А там люди, кто приезжали с разных мест. И культуру они сами себе создали. У них уже культура вот эта вот последняя. Культура уже такая, устой, глубокая, духовная, уже не так выражена. И поэтому Американцы часто так настроены. Мне нравится, мы жили, жили с кем-нибудь другим. Ну, побоялись, это уже страшно, прошло. А, допустим, русская женщина приезжает, она замуж уходит, у нее совсем другой настроек. Он, по сути, не бросил ее, а она в шок уходилась. Он говорит, как же так, а почему так, он ее бросил? То есть, человек не понимает, почему его бросили. Человека бросать, он понять не может, за что такое наказание, в чем его вина заключается такая серьезная. Потому что, когда мы бросаем, мы же не учитываем в них сразу, понимаете? Мы не знаем, что есть такое, мы не понимаем. Мы не понимаем, что есть обязанности, вот эти вот они, у официального возникают боль, тяжелые. Но человек, когда бросает ее, в это время разум работает, нет? Нет. У него работает привязанность к другому человеку, он хочет другого человека. Ему верится, что все будет хорошо, и у того и у другого он себя оправдывает. Оправдывать – это не функция разума, это функция ума. Оправдываться. Оправдываться – это не функция разума, это функция ума. Поэтому часто люди оправдываются. У них разум очень слаб. Почему у них разум слаб? Потому что они деятельностью разума не занимаются. Тем, что сейчас перечислить деятельность, которая связана с разумом. Молитва. Позитивные настроения. Я желаю всем счастья, когда буду сегодня повторять в конце концов. Дальше. Когда человек ставит перед собой обед и выполняет его. Допустим, я буду теперь, чтобы вставать пораньше, до 6 утра. Так нужно. Он встает. Или, допустим, я каждый день буду делать заряды. Или каждый день буду стоять под душу. Есть, конечно, иногда человек дает все ответы, которые не соответствуют разумному существованию. Например, он говорит, я с моста в серединке спрыгу 5 раз подряд. Это думали, как он с ним выпускает. Или, допустим, я на мотоцикле там прокачиваюсь 250 км в час в целом, как гиберпетровский. Это объекты тоже. Но разум не растворит. То есть он от этого разуму пьет. От этих объектов. Или на спорту человек выпивает кружку водки за лобом. Допустим, он выигрывает, побеждает. Но разум от этого не крепит. То есть есть объекты, которые рекомендованы в древнем Писании для развития разума. А есть те объекты, которые сам человек придумывает и ставит в этих объектах. И которые не помогают ему. Это деятельность разума. Это работа над разумом делать обеты, ставит в себе. Видите, все, что я перечисляю, животные говорят. Животные эти вещи не делают. Они обеты себе не ставят. Они счастье всем не повторяют, как я желаю, не молятся, не молятся. Животные не делают этих вещей. Хотя они думают. Животные думают. У них есть миссии. Но они не могут себя заставить ничего. У них все происходит просто на их желаниях. Вот какие желания есть, такие. Допустим, есть привязанность с хозяевом. И в соответствии с этой привязанностью функционирует психика. То есть надо делать то-то, надо делать то-то. У нас тоже такие же вещи есть. Допустим, мать привязана к своему ребенку. И привязанность заставляет ее заботиться о ребенке. Но часто эта забота не имеет ничего общего с деятельностью разума. И, соответственно, ребенок таким же неразумным вырастает. Потому что нужно включать разум в отношении с ребенком. Это был правильный результат. И об этом мы тоже будем говорить. Также заниматься, допустим, статическими упражнениями. Сидеть в каком-то положении. Вот я сегодня в поезде, в купе, на верхней полке сидел. Поезд в локус. Вот так. Сидел. И снизу за мной женщина наблюдала. Мужчина смотрит. Дурак был. Я наблюдал за ними, как они реагировали. То, что я сижу. Я занимался настроем, повторял. И иногда я сначала смотрю. И не смотрит на меня, как на инопланетянина. Чизлый человек. Почему так люди реагируют? Потому что никто не понимает, что такое деятельность разума. Они не привыкли этим заниматься. А если кто-то занимается, значит он какой-то ненормальным считается. У нас в каждой партии есть выключатель разума. Телевизор, да? Включаем телевизор, разум выключается. Мы смотрим жизнь. Мы перестанем жить. Разум заставляет жить. Жить самостоятельно жизнью. Означает что-то меняется в жизни. Заставляет себя что-то делать. Допустим, человек приходит домой. Надо расслабиться. Расслабиться означает разум выключается. Человек ничего не хочет менять. Он только сами от меня ждет. Я не хочу никого видеть. Но. Вены говорят. Что. Счастье. Находится только внутри деятельности разума. Например. Человек сначала решил расслабиться. Но. Он хочет культивировать счастье в отношении с семьей или нет? Он может быть и хочет. Но он не знает как это делать. Потому что он не знает. Что счастье находится внутри деятельности разума. А не во мне ее. Если человек включает телевизор. Участие включает. Семейное. Женщина все знают. Выключает. Семейное. Потому что женщина опять общается. Потому что у каждого заложено внутри свое. То есть. Когда мужчина на работу идет. Он получает счастье. Так. На работе он получает счастье. А дома что он делает. Со счастьем. Его отдает. Он когда приходит домой. То. Там есть требователь счастья. Это жена. Он говорит. Улыбайте мне. Улыбайте. Не любишь? Нет? Ты сейчас устроен. Улыбайте. 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 мускую энергию в шесть раз сильнее. Поэтому женщина вроде кажется слабым существом. Но это только кажется. На самом деле женщина обладает огромной силой психически. Ее эмоции, они очень сильны. Если, допустим, мужчина что-то делает не так, вы, где женщина делает, нет, я неправильно говорю? Правильно? Если мужчина что-то делает не так, женщина начинает, допустим, что-то там. И его сразу изнутри режет мужчина. Он не может опять трепить. Он начинает встречать. Но когда мужчина кричит, на нее действует шесть раз в обеих. Она вспомнит немножко, как его опять начинает трепить. Опять от него предстоит. И так продолжается постоянно. Но почему она пристает к нему? Потому что он хочет расслабиться дома. А дома надо счастье отдавать. Надо прийти домой. Там как там? Правильно я уже не помню. Накормить жену или что там? Напоить коня или что? Ну не важно. Важно то, что надо кого-то обнять и кого-то напоить. Вот. Наверное, жену надо отнять. То есть, мужчина приходит домой. Он должен дальше, у него есть свои обязанности. Он должен сделаться счастливым и слышимым. Отдать ей из чувства долга. Отдать ей свое счастье. Сказать, я тебя давно не видел. Я так рад тебе увидеть. Ему хочется после работы это говорить или нет? У мужчины. Нет, потому что у него нет сил. Он работал устало. С работы пришел уставшим. Но что мальчик занимается домом? Я нашел. Кажется, он меня нет. Сказал, меня любит. То есть, тамат своего ждет. И он должен прийти и сказать. Я тебя люблю. Женщина мама говорит каждый день. Я тебя люблю. Раз в пятьдесят. Не меньше. Тогда будет нормальным умением. И то мало будет. Нет, есть тандарты равные. Если, допустим, мужчина пятьдесят раз живет, это уже мало становится. Надо уже шестьдесят раз. То есть, есть деятельность, которая приносит счастье. И она находится внутри деятельности разума. Но мы не привыкли к культивирующему разуму. Мужчина приходит домой. Он включает телевизор. Его внешнее сознание не включается. Он смотрит, кто под телевизор. И жена подходит к нему. Он говорит, кушать будешь? Ага. Ты что положи? Положи. А что хочешь кушать? Кушать. Не видишь, что телевизор? Его сознание отсутствует в квартире. Дети бегают рядом. Мужчина под ногами путается. Не мешает телевизор смотреть. Он что-нибудь придумывает. Он, допустим, машину направь влетел. И пока она едет, он сможет на телевизор. Ребенок очень глупый. Он сейчас маленький. И не понимает, что папа его обманывает. Он бегает на машине и думает, что папа с ним играет. Но жена, она уже знает, что это не так. И уже не обманет. Ха-ха-ха. Но, на самом деле, мы должны понять, в чем счастье заключается. Иначе семья разваливается неспешно. Допустим, у женщины то же самое. Женщины ждут. То есть, женщины ждут от мучения счастья. Они должны учиться получать счастье с семьей. А как женщина может получать счастье? Она должна делать численность своего близкого человека. В этом мире, как получать счастье. То есть, как же на работе. Мужчина, допустим, приходит на работу. Он там работает. Для женщины работа должна быть в клубе и не работа. Она не должна настраиваться, как на работе. Она должна развлекаться. Пускай там серьезная работа, но все равно как развлечение должно быть на стороне. Потому что психика у женщины рушится от того, что они серьезно работают, настраиваются. Женщина должна серьезно настраиваться дома. И дома для нее это поле деятельности. Она должна научиться так серьезности, чтобы муж автоматически приносил ей счастье. Это только с помощью разума можно так делать. Некоторые мужики думают, что женщина имеет такую склонность перед мужем прыгать. Нет. Это они должны делать с помощью разума. Только разумные женщины так делают. В основном женщины права качают дома. То есть естественным образом женщинам хочется права качать. Но если женщина знает, как счастье добиваться в своей жизни, она начинает служить мужем. И в этом заключается ее долг в семье. Потому что мужская психика так устроена, что если женщина не слушает, он начинает источать из себя все виды благ, которые пока существуют. Он из себя источает такую энергию, которая заставляет случиться детей. Он собирает из него какое-то сило, которое дает спокойствие жене, уверенность в завтрашнем дне и так далее. Все это делается с помощью разума. Но ум, он не хочет этого. Допустим, у женщины очень склонно обижаться. Допустим, муж что-то сказал, допустим один раз не так. Даже, может быть, он не хотел, а просто вырвалось что-то так. И все, она запоминает. Да. Ты помнишь, что ты мне сказал вчера? Да что? Забыл. Делаешь вид, что ты забыл, да? Ты мне сказал, что ты на самом деле не на меня смотрел, а в другую сторону в это время. Я думаю, Бог ты мой. Зачем же я это сказал? Она же запомнила, это пересижитель запомнил. Так есть дум. Очень цепкий. Ум очень цепкий в женщине. Мужчины тоже очень склонны к гневу. Тоже они запоминали все. Допустим, как жена или не умножительно называть тем там присутствием. Или еще что-то там в этом роде. То есть каждый человек в свою сторону закипает и склонен настраиваться отрицательно, негативно. Негативный настрой это что такое? Это не что иное, как отсутствие веры в счастье. Веда описывает, что у нас в психике есть две функции. Одна функция убивает нашу жизнь, а другая возрождает ее. Есть стремление жить в психике, есть стремление умереть. Стремление жить всегда связано с так называемым насилием над собой. Так называемым насилием. Потому что это не насилие на самом деле, а стремление жить. Так надо это воспринимать правильно. Но мы воспринимаем это как насилие. Потому что мы не воспитаны культурировать себе разум. Ну, допустим, человек встит. Ему надо встать вовремя. Раньше мы говорили об этом вопросе много лет назад. Кто из вас уже научился встать вовремя? Правильно? Видите, как мало? Жалко. На самом деле это очень важно для жизни человека вставать в кава. Потому что Солнце – это источник боли. В Ведах описано, что планета Солнца является кава-чакрой. Кава означает береги, чакра означает круг. То есть кава-чакра. Солнце движется, когда… То есть мы так смотрим, оно движется. Конечно, в Ведах это тоже описано, что на самом деле планета движется вокруг Солнца. Но так иначе по отношению к нам Солнце движется. И когда оно движется, что происходит? Происходит то, что… Это энергия, огромная энергия. Энергия Солнца состоит из энергии счастья. Это просто сгусток энергии счастья собранной. Но это также энергия может стать энергии страданий. Почему, допустим, врачи запрещают вид на Солнце? Потому что Солнце может быть энергии страданий. Оно может приносить вред. Есть три вида энергии Солнца. Есть группы солнечных светов, которые всегда, в принципе, могут всегда подойти кислородам силы. Дальше есть… Есть два энергетонка солнечной энергии. Одна из них называется высшим течесом, а другая – низшим. И низший течес он связан с пищеварением, с энергией пищеварения, иммунитетом. Он связан с поддержанием всех химических реакций организма. То есть силу этого процесса создают планета Солнца у нас. И есть также тонкий, есть высший течес. Высший течес означает воле, означает желание победить, вкус победить, борьбе. И когда человек встает позже Солнца, то хала-чакра, она проклинает этого человека. Она как бы входит от него. Судьба ушла. Допустим, человек встает после шести часов утра. На этот день судьба его ушла. Поиск ушел. Вот смотрите, допустим, представьте эту картину. Вы стоите на перроне, импорт Петровский. А я этот меня сбежала, в последние две тречки. И я по шпалу, по шпалу, и даму по тречке. Настроение такое веселое, да, бодрое. Это значит, в равном человеке работает. Да? Человек может, сбежал от тречки, по шпалу, по шпалу, все нормально. По привычке постоянно сбегает. Вот. Ну вот представьте, это все представьте на самом деле. Потому что, если этот человек разбежал поезд, допустим, он же в шоке находится. Он не будет по шпалу, по шпалу. Ему тяжело очень, психически. Он в шоке находится. Точно так же может сбежать солнце. Древние люди это знали. Солнце означает источник воли. Человек должен встать, прямо утром. До того, как солнце, понятно, зимой там оно не показывается, давай за пять часов. Но это долго объясняет все равно. То есть шесть часов, он начинает действовать. Потому что там он может вот так вот идти, по отношению к зверю вот так. Но нет значения. Шесть часов, девяносто градусов по отношению к нам. Проходит солнце. Шесть градусов. И в это время у нас случается воля. Начинает работать воля. Или не начинает работать. Если человек не попросит в это время, ничего не работает. Вернее оно пытается включиться там у нас внутри. И психика наша пытается проснуться. Ну мы говорим себе, я не вышел заспать. И сегодня он так раз. Спать. Ум командует. Берет команду. Дальше говорит. Ну если легче говорилось, что надо раньше стало. Но не сегодня. Дальше. Ум так говорит. А бывают люди, которые споют. То есть они все равно споют, утром. Мне бывает такое, что я прилетаю. Самолета. И весь день разбитый. Работающий надо идти. И потом. На следующий день утром я все равно встаю. И иду. И потом не жалею об этом. Можно потом отдохнуть чуть-чуть. Ну допустим, пока солнце поднимается. Можно чуть-чуть. Таким. Ну двадцать, тридцать. Все психика восстанавливается. Все нормально. Но если человек не встает вовремя. У него будет день разбит полностью. Разум не работает как надо в этот день. Он не может принимать решения. Он не настроен. Потому что когда человек встает раньше. Рано утром. У него разум наливается боли. Энергия боли. Энергия победы над собой. Это так действует планета Солнце с нами. Оно так на нас влияет. Но если человек не встает вовремя. То разум наливается энергии отчаяния. Часто бывает так, что сначала человек проспал. Поздно встал. Потом в тот день начинается скандал. Вы не замечали такую связь? Очень поздно встал и вечером уже рука не идет. Люди ругаются. Потому что человек когда поздно встает. Он надевается энергия отчаяния в своей психике. Его психика наливается энергия отчаяния. Особенно это такие колебания заметны у женщин. У женщин очень сильно ругаются. Потому что женщин разумеют минимум той, чью природу. Но там на женщин обведомиться едят. Слишком рано вставать. Почему? Потому что чувствительность физически возрастает. Нужно вставать где-то пять. По-шествому. Несколько шапанатеев после реакции начинают с тридцать, с четырнадцать. Я правильно говорю. Значит, у вас все предвидели. И вот этот эмоциональный настрой, настрой оптимизма, радости, счастья. Этот настрой не является чем-то тем, что приходит само собой. Это вещь, которую надо культивировать для себя. Надо добиваться от этого всего. Это называется желание жить. И оно всегда функционирует в связи с разумом. С активным разумом. Потому что разум может быть так же, пассивным. Например, человек кушает, кушает. И он думает, стоп. Вот дальше я есть уже не должен. Потому что это лишнее. Что кто стоп говорит? Разум. Разум. А он что говорит? Надо ездить. Ложечка. Ну это как мини-кух. Он говорит, даже ложечки, печальная ложечка, это уже хорошо. Дальше. Каждый день надо делать зарядку. Потому что каждый день в теле, в психике, на самом деле это не в теле происходит. Старение происходит в психике. В психике накапливается энергия отрицательного результата. То есть энергия, которая платирует деятельность разума. Эта энергия выражается в чем? Некоторые от нее тупеют. То есть человек перестает соображать. Другие напрягаются очень сильно. У них тело становится очень скованным. Третьи психики напрягаются. Четвертые как бы в таком состоянии отчаяния находятся постоянно. То есть какой-то психический осадок. То есть вот это эмоция. Эмоция такая. Когда человек проснется только, у него на лице эмоция психического осадка. Надо посмотреть на зеркало на себя после проведения. Посмотреть на себя зеркало и понять, какая эмоция твоего психического осадка этого. Этот психический осадок снова таким образом не снимается. Человек не может во сне психически отдыхать. В какой-то степени может, но очень слабо. В основном человек во сне отдыхает физически. К вашему сведению ум никогда не спит. Спит только разум. Потому что разум встает от полевой нагрузки. Разум всегда должен побеждать. Он должен включаться активно. Но особенно, когда разум укусит ум постоянно. Он говорит, не надо. Да не ходят сделать. На ночь еще он его накормит. Когда ум накормит разум на ночь еще, то разум вообще не может работать. Потому что для того, чтобы с утра включиться, разум должен находиться в нормальном здоровом организме. Потому что когда человек на ночь наедается, организм не может нормально работать. Потому что ночью чем занимается организм? Переваривать. Переваривать пищу. Да не переваривать, он его усваивает. Переваривать и те, кто наелся на ночь. Вот представьте себе, допустим, заботу. И, допустим, на заводе все так работает, что днем привозят строительные материалы. А ночью их распределяют уже по разным местам. Ну, днем идет завод, машины подъезжают. А ночью все раз. И днем надо уже предварительное распределение сделать. И дальше уже по каким-то отколочкам все расставлять. Чтобы все было в порядке. И вот, допустим, мы уже начали по полочкам расставлять все. И новый завод пошел. Большой, причем, со всех сторон машины подкатили. И дыхали, дыхали, дыхали строительные материалы. А вы, допустим, право на работе. Что вы будете делать? Вы будете любишься сказать, стоять, молчать, куда? Пошли в те волны. Перегрузка. Понимаете идеи, нет? Потому что там ночью Луна светит. Луна – это планета, которая дает синтез веществ. Все синтезируется должна. Так что мысльная энергия должна усваиваться ночью. Луна охлаждает организм. Это дает энергию отжеса. А Грида ответствует, что это за энергия. Энергия отжеса – это энергия, которая дает синтез усвоения психической энергией. Почему человек, допустим, постоянно находится с остаточными эмоциями какими-либо? Он утром просыпается и так, как музыки, знаете, показывает. Такой ласкиненькая. И видит мир, да? Такой. Это значит, что он отдохнул. Потому что, когда человек не отдохнул, он наелся на ночь, допустим, посмотрел еще сам-то перед виду, или еще какой-то телесериал в Катерином на телевидении, то он просыпается, еще наелся хорошо, он что чувствует? Е-е-е-е-е. Ему плохо, он что-то лежит. Вот так вот на меня открывается. И на эти дни не смотрят, только видно. Е-е-е-е. Это у меня отеки под голосами, по-говорю. Не пойму. Ко мне пришел мужина недавно на прием. Где-то недели, не месяч, чем недели назад. Пришел в Москве на прием, говорит, что-то у меня отеки под голосами, по-говорю. Я на протеке приема. Я говорю, а вы когда последний раз кушаете? Ну, это в час. Ну, вот на днях, я типа, говорю, перестаньте, это невозможно. Чего вы то, что говорите, это невозможно. Я же с работы перерешаю. Пока то, пока все, уже час ночи надо кушать. А на работе нельзя кушать? Ну, извините, на работу надо работать. То есть, человек неправильно понимает, так как он неправильно понимает, поэтому, соответственно, и жизнью он кушает, и чтожность. Правда, уничтожается от этого. Итак, вечером что хочется делать? Хочется кушать. А надо вечером не кушать. Так разу действует разум. Кушать надо днем. Днем человек говорит, никогда кушать, надо работать. А днем надо с двенадцати, с одиннадцати до часа надо кушать, что это время. Максимум пищи есть, сколько вам нужно для жизни. Все остальное, вот с утра, с мешками, надо есть. И после этого тоже немного, слишком много есть, по чуть-чуть можно, но основное количество вещей во время надо съесть. Есть привычки. Разумные привычки проявляются. У человека все работает нормально. Вечером он есть, не хочет. Утром, профитивно есть, не хочет. Мне понадобилось с года два, чтобы у меня эти привычки разумные привелись, и они сейчас нормально функционируют уже в организме. Все. Но сначала я очень жестко заставлял себя. Это деятельность разума. Есть неразумные привычки. Допустим, человек переставелся спать днем по части. Все. Это не разумные привычки. Он не может от этого отойти. Он ему какая-то вареная кровать и все. Это тоже так действует. Правда. Он может делать это в глупости. Допустим, видеть близкого человека. Чтобы сказать ему приятные слова, которые он ждет от тебя. Допустим, жена говорит. Если бы ты говорил, любимая, я бы была очень счастлива. Допустим, она так говорит. Преумусную дебушку перепеку. Вот. Это психика внутри так работает. Или, допустим, она говорит. Если бы ты вот смотрел в меня и уважал внутри себя в меня тактичность, я бы был счастлив. Она говорит, дебушку, дебушку, дебушку. Было бы за что уважать. Вот. То есть, так действует труд. Но разум должен пересилить. И желание не пересилить является желанием жить. Потому что семья возрождается в этом случае. А когда человек не проявляет это желание, то психическая верность из семьи тает. И вера в совместную жизнь тоже тает, пропадает. Ко мне недавно пришла одна женщина. Она боковала фотографии. Я говорю, хороший человек, хороший. Нравится, нравится. Денег много, зарпадает много. Порядочный, порядочный. Все. Жить не могу с ним. Почему? Все. Кончилось. Не могу с ним жить. Нет веры в нашу совместную жизнь. Человек пришел, потерял веру. Хотя он хочет с этим человеком жить. Человек ему нравится. Но он не может. Нет силы. Силы берутся из веры. Они не берутся из чего-то другого. Вот, допустим, спортсмен бежит 100 метров. Почему одни выбиваются раньше времени, а другие нет? Потому что у одних есть вера в победу, а у других она сломана уже. В результате отрицательного опыта. Конкретный этот отрицательный опыт. Действительность разума. Поэтому одни спортсмены настраиваются на победу, перед тем, как выходить на ремень или еще куда-то. А другие просто ждут, когда выйдут на ремень. Понимаете разницу в чем? Одни из них разум возраждают, а другие нет. И человек, допустим, разумный пришел к психологу. Он не просто взял, пошел в ЗАГС, разум написал, а он пошел к психологу. Почему? Потому что разум есть, но не хватает своей силы справиться с ситуацией. И поэтому люди приходят к психологу не потому, чтобы он что-то новенькое им сказал. Люди приходят к психологу для того, чтобы получить силы для того, чтобы справиться с ситуацией. Силу может передать только другой человек. Сам человек не может получить силы изнутри себя, потому что она уже кончилась. У него нет связи, у разума нет связи с источником счастья. Вера описывает, что разум имеет такую природу, он всегда ищет счастье. И когда он находит это счастье, это состояние сознания называется верой. Вера. Когда вера видит, что просыпается, надежда просыпается. Человек надеется, что у него в жизни будет все хорошо, потому что у него есть вера в счастье. Но веры описывают, что бывают разные источники счастья. И в зависимости от того, какое счастье мы себе выбираем, какую жизнь мы получаем. Если некоторые люди безкорыстное счастье выбирают, они становятся счастливыми по жизни. Другие выбирают корыстное счастье, и они становятся несчастными. Большинство людей даже не понимают, что они выбрали свою счастье как бы. Потому что счастье само выбирает их. Если мы не выбираем счастье, счастье само выбирает нас. Допустим, мать не поставила перед собой концепцию перед рождением ребенка. Зачем мне нужен ребенок? Зачем я его рожаю? Допустим, она решила. Я рожаю его для того, чтобы он наслаждаться. Ну, потому что он не хочет за ребенка, поэтому я рожаю. Какой ребенок вырастет? Эгоист. Эгоист. Будет мотать и нервы, и так далее. Почему? Потому что такая вена, такой результат. Дальше. Она поставила цель перед собой. Я хочу, чтобы мой ребенок был бескорыстным человеком. Я хочу, чтобы он вырос честным, сильным человеком и так далее. И она поставила перед собой какую цель? Допустим, воспитать хорошего человека. Свою цель. Это корыстная цель или нет? Нет. Бескорыстная цель. Эта цель находится в сфере духовного разума. Бескорыстного чистого. И с материальным разумом есть духовный. Платят по разуму. Духовный разум имеет бескорыстный друг, и материальный разум имеет корыстный друг. И между ними всегда есть вражда, война. Есть истинное эго, которое стремится к счастью, служению другим. И есть ложное эго, которое стремится к счастью, служению и силе. Когда включается ложное эго, то начинает функционировать материальный разум. Когда включается истинное эго, то начинает функционировать духовный разум. По сути, всегда, когда включается материальный разум, умереть, а не жить. А когда встречается духовный разум, это желание жить по сути. Потому что на самом деле, если человек выбирает неправильную цель, встречается материальный разум. Допустим, цель заработать себе на квартиру, его высшая цель жизни. Потому что есть второстепенная цель еще, материальная цель должна быть второстепенной. Человек не должен их отвергать, потому что такое движение является автоматизмом. И что не является тоже правильным. Фанатизм, слепость означает, что человек ставит второстепенные цели главными. То есть он считает, главное для меня заработать на квартиру. Главное в моей жизни сейчас. Он так считает. Это значит, что в нем включается материальный разум. Материальный разум означает, как психика себя ведет. Она получает поддержку или нет? Нет. Психическую энергию человек получает только как духовную энергию. Вот это ощущение счастья, радости, бодрости, свежести. Это духовная энергия. Это разные виды духовных энергий, которые связаны с корыстными целями. Когда человек имеет корыстную цель, он не может ощущать ей какое-то такое состояние. Потому что его начинает напрягать все это. В жизни он напрягается. Допустим, он думает. Вот давайте сейчас, допустим, давайте просто представимся. Два видом и сына. Сейчас уйдите на практике, пока до работы. Допустим, подумайте. Я хочу, допустим, какой-то бабочке привезти по кушке. Чтоб она связилась и сказала, сыночек, спасибо тебе, спасибо. Допустим, в чаще возникают такие слова у вас? Нет. Не вы смекаете? А вы носили бабушку по кушке? И что она вам приводила? Ну, не, не с таким устроен. Она не приводила, значит, что и бабушку носили. Вам надо какую бабушку привезти, которая голодная. Понимаете? Найдите бабушку голодную, привезите ей. Допустим, моя жена недавно пришла бабушке покушать. Она просто выследила бабушку на улице. Позвонила ей, и ей прямо разговаривала. Она говорит, я принесла вам по кушке. Она говорит, заходи, доченька. Заходи. Так она прошла. Говорит, что ты принесла? Покажи. Посмотрела на нее. Знаете, она так вот смотрела и говорит, встаньте, встаньте домой. Дай, я твои глаза посмотрю. Понимаете? Понимаете? Она начала только слабляться слишком ей. Она вот смотрит и как вот, понимаете, не нарадуется просто. Не то, что там ей не покушает, принцесса. Там наявит, понимаете? Она просто вот из нее счастье начала выходить. С бабушки счастье пошло. Она две счастья. Она доченьке всю счастье передала своей. Потому что никто к ней никогда не заходил и кушать ей не приносил. А? Что? Назаду. Что? Назаду. Покусит. Назаду. Что у вас разум сказала? Я сейчас говорю о счастье. Понимаете? А не о западании. Настройность на счастье. Что вам мешает? Мы сейчас на счастье настраиваемся. Конечно, каждый человек может настроиться неправильно, там что-то просить. Но это тоже другой вопрос. Конечно, когда мы беремся в счастье, потом человек может начать какие-то корыстно настраиваться. Но в данном случае бабушка настроилась бескорыстно. Она подарила счастье. Она говорит, дай я посмотрю в глаза на нее. Понимаете? Потому что она голодная жила до этого. А ей принести покушать. Счастье есть, да? Есть. В этом чувствуете? Что-то такое есть. Вы напомнились, да? Теперь второй вариант. Надо достроить дачу. Давайте, постараемся. Думайте об этом. Надо достроить дачу. Денег нет. День нет. День нет. День нет. День нет. Ну, это правильно. Счастья много, нет? Если хочется. Да. Вот и человек, он вот так вот. Все время напряженный. Почему? Потому что у него так и на что? Он думает не о том, в своей жизни. Его разум работает вдаль. Разум должен настраиваться на другое. На какую-то бескорыстную деятельность. И для того, чтобы он так настроился, для этого надо применить свободу Бога выбора с своей собственной болью. И это не простая вещь. Потому что большинство людей даже не знает, как это делать вообще. Допустим, мы сейчас будем повторять, я желаю всем счастья. У некоторых замыкают. Я смотрю на людей, у них даже рук не поворачиваются. Повторяю, я желаю всем счастья. Мы темнуться, нормально. Нет проблем. А вот я желаю всем счастья. Что мы здесь? Дети что-ли собрались? Дети что-ли? Дети что-ли? Я желаю всем счастья. Что-ли? Да. Так, есть специфика. Это психическое состояние, моральное напряжение психическое, недовольство всех является основой отношений в обществе. Допустим, вся сфера услуг на этом основана. Почему я не хочу ходить в магазин? Все продают. Потому что в магазине не приходят. Ну что стали быстрее, проходили. Ты что-ли? Там не главное натыстик, да? Кто-либо не был? Ты что ж мог? Я вчера в поезд заходил, к вам еду. Ну просто за мной проводить шел. Я думал, надо быстрее идти, а то сейчас через карту. Пошел побыстрее. Ну не беги, не беги, все нормально. Это правда, не что. Вроде бы это народ должен быть. Человек, это же его работа. Работа же не в том заключается, чтобы всех гонять там по полагонам. Работа заключается в том, чтобы этот грех заключается. В этом же трибутолог заключается. На них невозможно, потому что люди мешают жить. Они по полу находят и мешают жить. Поэтому надо что-то с ними делать. Я в туалет захотел, подхожу, говорю, а туалет закрыт? Ну ты что, не видишь, станции подъезжают. А как это убить? Я не знаю. Убедить невозможно. Я говорю, простите. Вот я иду в станцию за этим открываю. И смотришь на меня внимательно. Какой ужас. Сейчас ужас, спасибо. Вот так. Вот такое. И такая неразумная жизнь у нас окружает во всем. Но мы так часто сами себя ведем. Мы не замечаем, как точно так же себя ведем с детьми со своими людьми. Мы должны их поощрять. В чем заключается поощрение ребенка? Надо учиться их охлаждать, успокаивать, доводиться им. Иногда строго. Всегда же строго, но по-другому. Мы не можем строго сейчас, потому что мы боимся, что дети будут злиться на нас. С другой стороны, если мы строго, то с ненавистью. Мы не можем по-доброму. Потому что не хватает на этой силы. И эта сила находится в разуме. Очень трудно давать советы близкому человеку, потому что в это время эмоции начинают вылезать на ноги. Мы проводили эксперимент просто в кругу друзей. И, допустим, одну и ту же фразу. Пожалуйста, не говори со мной другом. Человек говорит, допустим, женщина говорит мужу и чужому человеку. Чужому человеку она говорит, пожалуйста, не говори со мной другом. Я говорю, ну, вы чувствуете, как вы по-разному сказали? Ну, что-то так поверь, чем стоит. Теперь попробуйте, может быть, так же, как ему сказали. Так в этом заключается идея, что к мужам надо еще лучше говорить, чем чужим человекам. Но мы не можем что-то мешать, мы можем привыкли говорить друг к другу. Некоторые просто привыкли им тяжело. Это означает, что они не могут встречать разумные отношения. Эмоциональный настрой, эмоциональная беседа. Что это такое? Это беседа с исключенным разумом. Ну, давайте сейчас попробуем. Пожалуйста, выключите магнитный переход. То есть, когда говоришь такую вещь, не надо привязываться к результату. Может кто-то не выключит. Но, когда мы говорим, пожалуйста, выключите магнитный переход. Я надеюсь на вас? Второй вариант. Пожалуйста, надо выключить магнитный телефон и сидите на лекции. Понимаете? Лекции здесь. Понимаете? Это давление. Второй вариант. Идет давление. Вот это давление, оно возникает с помощью эмоций. И причина этого давления заключается в том, что человек сильно привязан к результату. То есть, он думает, что если магнитный телефон не вычерчит, то ему просто прилежит от этого. Допустим. Понимаете? И не о чем заключается. Ну, допустим, жена говорит труба. Разговаривает. Или, ну, как-то ведет себя неправильно. Ну, что-то делает не так. И муж, он должен принять дело такое. Это деятельность раньше. Человеку надо учиться прощать. Любовь не означает, что нам нравится то, что человек делает хорошего. Любовь означает то, что мы способны принять то, что он делает плохого. Мы принимаем прощание. Мы учимся прощать. Разные возможности делать. Надо учиться. Женщина должна мужскивывать глупости прощать. А мужчина женский. И способность прощать, это не есть сила позитивного мышления. Она откуда берется? От высокой цели. Когда человек стоит перед собой в своей хорошей, правильной жизни. И с самого раннего утра он, с помощью своей внутренней силы, поддерживает связь с разным, с высоким устойчивым счастьем, духовным. То в результате его психика орошается какой энергии? Чистой, духовной. Дети, когда они рождаются, маленьких детей, у них психика не тронута жизни. Отрицательным опытом не тронута. У нас из глубины памяти и из глубины ума. Каждую секунду исходят дети. У детей их очень мало исходит. Практически вообще ничего не исходит. У них в основном исходит конститивная энергия и сердце. Поэтому дети смотрят на них такими счастливыми глазами. То есть они ищут счастье, где бы там нашли, чтобы сделать такого плохого. Они бегают счастливые. Чтобы они делали, они всегда находятся в своей части. Поэтому родители испытывают тоже счастье. Родители испытывают счастье через своих детей. Когда у людей сильно негативный опыт накапливается в семейных отношениях, они думают, что надо ребенка. Почему надо ребенка? Потому что не хватает счастья. Когда ребенок появился, счастье появилось. Почему? Потому что у детей нет никаких отрицательного опыта. Они как бы разумные по природе. То есть они всегда счастливые. Хотя, может быть, они там кричат и все прочее. Но внутри у них где-то там это все поверхностно. А внутри у них есть такое глубокое спокойствие. Мать, наверное, смотрит в глаза своему сыну. Ей нравится смотреть в глаза. Потому что от ребенка исходит глубокое спокойствие такое. Но мы не должны зависеть от детей в этом глубоком спокойствии. Почему вы думаете, что если у нас в семье накопились проблемы, то нужен ребенок для того, чтобы их решать? Нужно сначала решить проблемы, а потом задать ребенка. Потому что ребенок наколднется чем? Понятно, что родители наполняются счастьями. А чем наполняется ребенок? Проблемами. Проблемами своих родителей. Поэтому точно так же, как мы чистим зубы, мы должны в семье решать проблемы. Веды говорят, что когда семья создается, создаются проблемы. Почему? Потому что люди, встречаясь друг с другом, они наполняются эгоизмом. Веды объясняют, что сама любовь, ну, из двух мужчин и женщин, имеет очень корыстную природу. И хотя сначала очень у них хорошие мотивы, они хотят сделать друг друга счастливыми с самого начала. У них очень возвышенные беседы друг с другом, когда семья создаются. Потом почему-то отношения ручатся постепенно. В чем причина? Потому что они не поддерживаются. Близкие люди не учатся друг с другом, как править связи с ней. Они не молятся рядом с другом и сидят. Они просто проводят жизнь. У них нет таких мероприятий, которые повышают разум. Вот проанализируйте в вашей семье. Вы вместе читаете, допустим, жизнь святых людей, которые чтения повышают разум, привязывают к высокой цели. Допустим, нет, хорошо. Вы вместе повторяете, я желаю замечать? Нет. Вы вместе молитесь? Нет. Вы вместе прощения просите друг у друга? Нет. Других людей вместе прощаете? Нет. Кормите нищих вместе? Нет. Птичи кормите? Кормим. Ну, слава богу, птичи кормим. Дальше. Если кто-то приходит в квартиру, звонит, просит, шмотки даете, иногда даем, он более-менее нормально. Дальше. И так далее. Когда, допустим, вот назвали, назвала 10 пунктов, вам из них 20, вы выполняете. Семья на крайне развала. То есть не развал уже заложен. Потому что отрицательная энергия купится. В семье возрастает семейный экологизм. Корысть. Все в семью. Все для пронды, все для победы. Всю семью означает увеличение корысти. Означает, что внутри семьи будет официальная и отрицательная. И она будет давить на мозги. И улыбаться, кто будет хотеться в этой семье. И улыбаться, кто будет снаружи хотеться. Кто отвечает за позитивизм мышления в семье? Жилищно. Жилищно. Мужчина. Мужчина отвечает за позитивизм мышления в семье. А кто следит? Затем есть позитивизм мышления? Жилищно. 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 Отвечает мужчина. Ответственность несет мужчина. Следит женщина. Мужчина отвечает. Да не отвечает. Женщина следит, она и говорит. То есть они участвуют по-разному в этом процессе. Но каждый должен начинать с себя. Следить не означает пилить мужа. Следить означает пытаться восполнить утрату. Женщина должна стараться позитивно настраиваться. Но она для этого должна работать над собой. Иногда муж приходит с какой-то устал он не может и не хватает силы. Женщина должна это делать. Если она это не делает, значит вся семья разрушится. Некому делать. Муж должен по идее это делать. Но мужчины, даже женщины, мужчины, общество не воспитывает нас как надо жить правильно. Нам это не объясняют. Нам объясняют, что нам деньги зарабатывают. Как это зарабатывают нам объясняют. Но я вот кстати понял, что ничего им не объясняют как надо. Потому что даже зарабатывание денег это не работает все этот механизм. Работают другие механизмы. Ну например, когда мы открыли этот центр в Москве. У меня был такой опыт. Я знал внутри, что так делать не надо. Но так как требовали менеджеры. Они говорили, что надо сейчас назвать рекламу и все. И мы начали пробовать разные виды рекламы. Не идут ли на лечение через эти рекламы. Не идут вообще. А если идут, то они только нервы мотают. Они толком не лечатся. Мы потом собрались. Ну что, накормились рекламой. Давайте теперь будем без рекламы. Давайте просто теперь будем создавать вас веру в коллективе. Давайте будем честное дело. И что произошло? Все по-другому пошло совсем. Все иначе. Точно так же в семье. Между мужем и женами. Такая же идея. Мы можем делать вид, что у нас все хорошо. А можем делать, чтобы у нас было все хорошо. Делать вид, это не способ жить. У нас все хорошо. Как у вас дела? Да у нас все хорошо. Глаза тусклые. Бывает человек с ясными глазами, бывает тусклыми глазами. Тусклые глаза обращают к разуму не работаясь. Немерегивый настрой. Психика разрушается. Желание великое преобладает. Человек теряется в поле, тает в поле постепенно психически. Он не может себе помочь ни своей семьей, ни своим детям. У него силы тают. Почему? Потому что он не хортилирует силу счастья и на этом счастье в себе. Для него нужен воля, воля пробудительства. Есть источники волевой энергии. Это храмы, это святые места какие-то, священные книги. Это люди, которые стремятся к тому, чтобы работать над собой. Их очень мало в нашем обществе, единицы таких людей, этих мест. В основном преобладают места и люди, которые забирают волевую энергию. Например, телевизор в основном забирает волевую энергию, не дает. Когда человек начинает его смотреть, там же не говорят о том, о чем мы сейчас с вами говорим, да? Редко какие-то передачи можно встретить и об этом говорится. В основном говорится о человеке. Говорят о массивных новостях. Дальше. Дальше. Говорят. Отсутка с пленей. С пленей. Чуть просто кого-то там пытаются. Какие-то вещи. Я как-то пытался сделать передачи с твоей. На центральных поведениях. Ну, уже все договорились. Все они мне говорят. Ну, что это почему-то пожелкее и пожаренее. Я говорю, а что это такое? Мне объясните. Пожаренее это означает, что информация должна быть такая, чтобы все кушали. Что это такое. А пожелкее это означает просто скандальная какая-то информация. Вот давай вот такое вот. Тебе много такого материала. Я буду его вообще этим не занимать. Ну, когда у нас не будет передачи, потому что рейтингами не будет. Никто не будет смотреть. То есть они выждены, что вот люди могут смотреть только вот это. А я провел вопрос. Просто взял и так начал говорить. Сразу меня. Вместе с телевидением. Со всеми. Вот там работают порядочные люди. И я, допустим, одного раз спросил. А вы что смотрите сами? Он говорит. Ну, в основном документальные фильмы такие. Интересные. Познавательные такие. А, ну вы же шоу делаете. Нет, шоу мы не смотрим. Я не смотрю. Все там смотрелись. Они сами не смотрят. Я потом спросил одного другого, третьего. Они сами не смотрят это все. Они смотрят то, что нужно. То, что сердце приятно. Понимаете? А делают все это. И думают, что это дает за этим. Потому что так мыслить. Это мышление животное. Это мышление и инстинкт. Понимаете? Так мыслить животное тоже. Они думают, что самое главное это вещь. Это еда. Самое главное это сон. То есть животное это мышление. Основанное на страхе. Но на самом деле все-таки друг по другому в жизни работает. Точно так, что муж думает, что самое главное для жены это деньги от него. Но женщине деньги не самые главные. Хотя она сама может даже подумать, что для нее денег самое главное. Нет. Для нее самое главное что-то другое, которое идет от сердца. А это что-то другое. Оно не рождается просто так. Для этого нужно отработать над собой.